составка я с вами с ума схожу сайду ребят ты вопрос надеюсь не смотрел на же я хочу эффект внезапности а это кто это артём а нас не познакомили мы завоем мир разметесь йоги я заблестела что ты бабы нашел себе женщину а да тебе же нет не нашел ну в этой рубашке оператор перед всем говорит а ты можешь разговаривать не как будто тебя на сайт под губой смешно обьюзер я только что это поняла всем привет у нас сегодня в студии обьюзи абьюзерка визажистка блогерка пишем да да куда я говорю кстати привет просто в воздух всем привет и у нас сегодня в студии визажист блогер мать и просто прекрасная девушка она чем мастера к тому же а еще умница красавица блога сестра получается к мосту какое-то вставка бартеру пришла к мосту облад к мосту облад а ты делаешь ссылку на наш канал но это стоит денег вот так вот ростные средства лимонадом от мама варит кофе не отделайтесь ребята окей кстати классный кофе или классный лимонад потому что мама варит кофе они наши партнеры так да и подготовили для нас промокод 1 плюс 1 батюшки мои значит это значит так ну ка а вот приходишь на кассу говоришь двушка это кодовое слово и получаешь второй напиток в подарок получается двушка и 2 напиток в подарок а у нас передача называется сняли двушку ох как раскусил концепция получается какая-то вот концептуально все легко расскажи пожалуйста как ты попала в профессию с чего вообще все начиналось о а я могу часа три об этом рассказывать лучше не долго шла к на не стучи по этому пути я долго шла по этому пути в детстве моя мама было много косметики у нашей мамы было много косметики и я а и много журналов у нас мать если что одна и та же я понял я знаю что такое сестра да я похожа на маму я красиво он похож на папу вот я умный я я смотрел журналы и мне очень нравились эти девушки их стрижки макияжи и я все время хотела их повторить у мамы было много косметики и я там на балконе девчонками с подружками пытался это все повторить потом а я как-то изобрела точнее я хотела изобрести жидкие тени я взяла вазелин норка вы не знаете сейчас вазелин норка нет жидкие тени сейчас существует но тогда этого не было я была новатором я хотела создать свою косметику просто у меня не было айфон тогда я намазала значит эту норку на глаза беру зеркало вот так ну как сейчас на айфоне я так думаю блин какая бы фотка получилась классно тогда был кодек 12 кадров он стоил как турек и жалко было каждый кадр по другому вдруг не получше потом был бы айфон да кто-нибудь изобрел бы айфон то тоже понимаешь это визуализация сработала и значит такая там любуюсь любуюсь и потом это норка затекает мне в глаза я чуть не я думаю что норка это ну типа шуба короче я не знаю на какое место его мазали но этот вазелин был в каждой квартире 90-е года кружочек такой это был вазелин это вьетнамский вазелин он кстати от всех болезней лечит это правда ну да на глаза наверно не стоило мусульски наносить дальше мой опыт был факап я захотела зеленую тушь для ресниц в то время как вы понимаете этого ничего не было я вторая смена я помню нанесла гуашь гуашь густо-густо на ресницы кисточкой пришла в школу таки вау-вау как красиво проходит какое-то время поворачиваем одноклассник костя жданов и такой а монстр монстр у меня вот так все растеклось белки глаз стали зелеными вот так все под глазами меня учительница отправила в туалет а в туалете хозяйственное мыло ни тоника сыворотки крема нет я все это пытаюсь смыть не вытереть ничем у меня из зеленого это все превратилось в красное это было так стыдно оказаться без косметики в школе и без крема это тяжело было в этот момент и забрала сыворотку и тоник нет это было чуть попозже в институте я конечно ходил как звезда у меня были разноцветные тени разноцветные волосы мы чё только не делали из одежды там какие-то дизайнерские приемы колготки вы знаете что может делать с колготок вот эти повязки на маску чтобы грабить в магазине причем в мультике каком-нибудь у вас вообще фантазии не работает вообще-то повязки на голову разноцветные раз потом отрезаете вот эти вот ступни и надеваете короче как сверху футболку оверсайз а здесь рукава узкие просто нас бы за такое били мы бы мы бы и рады были у нас из сеточки знаешь тут сетка а тут оверсайз футболка я думаю за это у нас бы тоже но я училась бы гу мне можно вот и дальше я но потом я вышла замуж короче родила и вот в первом декрете случился декрет да я вообще экономист в декрете и я решил пойти обучиться макияжу у сердара камбара в то время это был мой любимый сериал кстати тоже это же в честь мой дверь блин обожаю его он реально крутой офигенный да ты вот знаешь да лучше я тоже у него учился всему да 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 я и по-моему я почти у него учился это серкан балад это не то да не по моему это же он редакторы есть информация это это мне правильный ну почти ну короче тут немножечко пониже ростом он похож похож да да примерно просто не в полный рост он до и я отучилась у него макияжа для себя я думала я себя наконец-то научусь правильно красить буду красиво ходить но так получилось что все мои подружки накрасть меня туда-сюда 5 10 потом я думаю я купил очень косметики тогда это было очень дорого и я решил брать на 500 рублей это все было дома потом муж меня выгнул из дома сказал что у меня заколебали твой тёлки который ходит по нашей квартире каждое утро пятница суббота воскресенье вы художе не наоборот утром дает дает но и дует ну невесты ну тёлки блин а так нельзя было говорить ну и вот короче я пошла работать уже там в найм а потом открыл свою студию так и стала визажистом ну то есть это у меня с детства уже смотри ты визажист да ты открыла студии можешь рассказать вот твой обычный день вот как это вообще происходит что такое омолаживающий блин визажист то три разных вопроса я услышала да отвечаем теперь на три я вообще много дел делаю в день потому что я не обычный день а твой рабочий рабочий я не каждый день работы визажистом ну вот например когда ты не работаешь что в этом дне необычно пришла и один с этим на работу это было 5 утра или 4 там было очень давно я сейчас уже оборзела так как мне уже 38 лет я что-то из себя уже представляю я могу себе позволить не принимать клиентов до того момент пока не высплюсь 5 6 7 утра я уже не беру это противоречит зачем я буду уставать краситься в 5 свадьбы свадьбы в начале как было вот например на рассмотре на смотрит вот начинающий визажист что к чему им готовится но тут про выбор себя понимаешь они могут брать всех клиентов ради денег но они будут уставать потому что если накрасил человек в 5 утра а потом у тебя какие-то текущие дела дожди вот невеста она ну и 1 как иначе дам я не понимаю невеста может выбрать другого визажиста тут уже вопрос другого мужа который подождет да нет тут уже выбирать визажист уста он целый день потом будет что-то делать стоять на ногах и нафига это нужно ты просто не выспишься это день на смартфон ради одной невесты если это какая-то значимая невеста то конечно же встан там моя сестра подруга естественно встану что свадьба вампиров они только ночью допустим ну бывает выездные бывают в каком другом городе городе башкирии нужно накрасить в 5 утра и быть там уже там 9 утра например такие тоже обращаются клиенты но таких не беру потому что я выбираю сон комфорт и работы только в свое удовольствие я не беру теперь там по 10 клиентов день потому что у меня болит спина ножки зачем мне это надо ни одни деньги мира не стоят моих болячек были какие-то неприятные ситуации с клиентами у меня есть одна страшная ситуация с клиентами я не буду рассказывать нет пожалуйста не это кринж это давай савалируем так что ну как бы что можно может какие-то моменты опустить но нам очень интересно давайте начну с более-менее давай когда-то давно когда мы работали на карла маркса у меня пришла клиентка с которой у нас вышло недопонимание ей все не нравилось и она начала сравнивать с другой вот типа вот это же меня там красила так то так то круче высказки сразу не пошли я не крашу как она а там прям конкретный восток черные стрелы вот это вот такие длинные вытянутые глаза и она мне называла конкретно имя визажиста а этот визажист для меня в моем понимании красил просто грязь я такая ок я ее смыла и знаете что самое главное она меня канала вот прям докапывалась вот такая была неприятная я подбираю слова очень 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 по мне видно наверное потому что агрессия какая-то там не пассивная была понимаешь а у меня много было моих мастеров этот день это был декабрь вот корпоратива и у я еле сдерживала чтобы ее просто не послать как бы я могла это сделать и это было бы прикольно но я понимал что если я сейчас как бы покажу слабину а не вывезу эту ситуацию и не покажу кто здесь главный но я буду сама себя не уважать я говорю ок я ее все стираю просто не поверите беру черным карандашом делаю вот такие просто два кружочка ну слегка растушевала пальцем какие-то там тени на прибивала она говорит а чё сразу нельзя было так сделать есть такие женщины клиентки которые сразу начинают грубить мне это не нравится это что вы делаете а это что а это что но они сразу заранее настраивают визажиста на то что визаж будет нервничать у него будет трястись рука он будет переживать зачем нужно все сюда делать по-доброму во в любом варианте жизни всегда быть человеком неважно визажист перед тобой или гинеколог визажистов нет такого до художника может обидеть каждого не то есть можно коммерция понимаешь нам платить деньги мы работаем в сфере услуг мы должны сделать человеку хорошо он платит деньги макияж сейчас стоит приличные деньги и я считаю что я да я хочу получить вот за то что плачу хочу получить максимум когда я ходила к сердару раньше как клиент я всегда говорил мне все и сразу он нам не рисовал там уже у меня были вот такие черные ну почти он да молодой тут красиво очень вот но я считаю что когда ты платишь деньги ты должен кайфануть от процесса и от себя страшная история все таки да давай эту самую давайте не страшно давайте стремную историю нету страшно она не страшно она стыдно она постыдно прям для меня это прям вот самый мой стыд и позор и срам вообще это же было давно нет она прямо очень очень стыдно да там слушай раз уж мы зашли на давайте расскажу давайте я первую жизнь забыла дома телефон и так получилось голову ты не забыла да и у меня была невеста а мы договаривались не с ней с ее мамой и записывался не заранее а мы в этот момент переехали мы как раз вернулись к ленинграда и я прям вот буквально там через пару дней мы с ней вечером списались все нормально все в силе да все в силе причем назначено было время 11 30 утра то есть это не рань какая-то когда можно было проспать и мы переехали в этот момент пока они когда ну точнее от момента записи до момента визита мы переехали на другой этаж и надо было мне именно в этот день забыть дома телефон я подъезжаю к работе за полчаса до невесты вообще до клиента что вы накрасил юрист какой-то если бы если бы я еще думаю думаю вернуться домой или нет у меня дети дома такая думала на чем уж случится как бы у нас бизнес-центр на ресепшене сидит администратор который знает кто в каком офисе знает меня сакаева какой у меня офис все но по какой-то нелепой случайности невеста спроси с мамой спросили не сакаеву а как найти как пройти к 802 офису а мы были уже на пятом пятьсот шестом и мы сидим ждем 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 я и стилист по волосам нету нету нет а почему сама не позвонил я позвала я не в смысле ну там же есть были какие-то другие телефон там она записывалась через мой личный телефон не через администратора поэтому я так прошу записывать пожалуйста администратора она такая ответственная я звоню с телефона моего стилиста моим детям я не знаю номера телефона моих детей я позвонила маме потому что я помню телефон у мамы попросил номер моих детей звоню детям они не берут трубки окей проходит полчаса я бегом домой залетаю домой дайте вы почему не берете трубки маму ты же говорил не брать чужих телефонов трубки я смотрю 18 пропущенных все я понимаю что дело труба я звоню невесте там извиняюсь где вы что они вы нас подвели мы уехали я испортил просто там девочки 18 лет ой да скорее всего это развод господи все было против меня как можно забыть дома телефон я никогда не забыл он приклеен к моему я не могла приехать на типа на свадьбу догнать ее как-то ну я предложила групп пожалуйста верните давайте мы сами к вам приедем селена не хочет такого мужа я считаю так не не там 18 лет молодая девчонка я говорю давайте мы к вам приедем прошло полчаса как бы они уже нет нам едет уже другой визажисте вы нам испортили все настроение я там я не говорю я вам год дарю бесплатного макияжа прическа пожалуйста верните пожалуйста я говорю вам мы все сделаем бесплатно я уже там причитаю молюсь траторию по умоляю но нет они конечно же не вернусь я их прекрасно понимаю и мы просто вот сели вдвоем нам было так плохо я звоню мужу что мне делать слушай ну чтобы тебя не найти это надо постараться вообще в этом городе каждый второй знает во первых есть инстаграм твой номер найти очень легко твой офис найти очень легко просто пройтись даже по этажам элементарно он говорит ну просто вот ну как-то не судьба течение обстоятельств на немножечко меня так успокоил потому что меня там трясло просто вот ну это вот это прям кринж не всегда можно быть на высоте но бывают такие ситуации понимаешь на высоте и быть не на высоте если сделать не тот макияж какой-то который потек или еще что-то а тут уже другой момент это постыдно история она такая прям мерзкая вот ты сказала про обычных ленту а у тебя были к нему звезды звезд красила я летала в москву красить актрису сериала саша таня какую какую это жена сильвестра там наверно кто-то молодой да 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 но она на самом деле снималась в огромном количестве фильмов и сериалов у нее такая славянская внешность и там военных фильмов она снималась и мы летали в москву до нас прям пригласили это была ее личная фотосъемка у нашего финского крутого фотографа рузаны глебовой и рузана пригласила меня как напарницу мы всегда с ней работали в дуэте и с нами еще была стилист стилист работала на показе в париже на по на красной дорожке и рузана фотограф тоже там работали вот они меня позвали как визажиста красить вот эту актрису и для меня это был крутой опыт я очень волновалась потому что актрисы я представлялась на такие убить от меня что такое будете телефоне она пришла со своим грудным ребенком я еще нянчил с этим ребенком он мне так понравился левушка как сейчас его помню такой милый съемка у нас было два часа она такая классная актриса она такая простая добрано можно так сесть а может знаете я вообще вот прям пальцы могу так вот сделать а муж не волосы так вот просто вот так ну то есть она вообще меня не напрягала я косметики навезла я там думаю все подороже там tom ford все самое дорогое она на стране молодец хорошая женщина она классно она очень легкая проста и вот это был мой такой классно потому что я думаю что звезды они прям такие вот но неприятные я думал заведевшись лет мы тоже с рафа и даст и ребята можно что дать и поздороваться если что я тоже думал о вас до этого рубашка я попробую так кстати очень вкусный компот так это компот это летний напиток сто процентов лимонад я прям вижу по нему что он какой-то необычный это от наших партнеров возможно через таких мама варит кофе и они кстати предоставили нам промокод на один плюс один как называется а просто подходишь кассе так говоришь двушка и они дают один напиток в подарок вот так все просто бать нормально получается один плюс один двушка и у нас название сняли двушку как все все продумано класс класс такая деликатная тема наверное для некоторых будет в общем хочу тебя завара фас просить меня да так давай давай тебе пользовался ли ты когда-нибудь косметикой ой ну смотри смотри зимой нет подожди зимой у меня очень сильно ну как это цацки цыпки цыпки я скриптонит цыпки да очень сильно зимой смейте к это уход вот и я я кремом постоянно на лице гигиеничку на добывает я тоже не косметика все у него сокрашены достаточно но нет нет я а иногда силер сегодня нет нет я без шуток очень многие мужчины пользу консилером это подожди у меня я иногда дину когда не пока они не кончатся кину типа наклейки для черных точек я тогда не пользу это нужно делать крем для рук гигиеничка очищающий всякие для от черных точек от прыщей средства мужчинам обязательно нужно хайлайтер я знаю что это я не могу и я им не пользуюсь ты знаешь что это вот ты говоришь я знаю что это я знаю что такое глиттер с такой хайлайтер но на самом деле был у меня такой опыт ну я но ты меня красил один раз когда был хэллоуин я был замби бою меня красили для съемок но наносили тоналку просто и мне это в целом ну понравилось я один раз ладно не один раз пару раз я так делал ладно короче иногда и использую тоналку ничего каких-то просто прикол ну мне нравится потому что я сразу шалила как пришла сразу к нам накрашены что подожди стой подожди стой подожди смотри да как в как что-то день обычный будний ну в общем может быть ощущается неровная кожа какая-то вот что-то здесь вот необходимо так же это работает да блин что нет ладно мне окей мне очень интересно ну и вот и и все ну я думаю что это дело перед выходом типа канита в кино когда дойдешь или что да 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 но когда чувствую кино темно туда можно не тратить а ног какие-то покраснение ну мне не нравится блин цвет моего лица я считаю что все что тебе в кайф делай если это не вредит людям ты можешь рисовать себе стрелы и клеить глиттеры если тебе если ты не вредишь людям если тебя есть ты в этом себя чувствуешь комфортно эпоха просветления принятие себе раньше это был моветон а вот сейчас как знаешь я как старая мусульманка осуждаю мужской макияж но конкретный такой как вот у петрова например длинные ногти прям макияж макияж там перекаченные губы при этом он выглядит как мальчик но макияж конкретный женский но мне нравится макияж расслужившего господи но житковский он же красавчик он в этом не знали житковский красятся лучше любой женщины при этом он он мужчина он позиционирует себя как мужчина он это он а он вы решили что красится или горшот и житковский он ничего не грим нет он красит ежедневно у него ухода больше у меня косметики больше у него волосы шикарные он одевается как девушка у него сумки самые последние топовые люксовые мы осуждаем алексей на всякий случай осуждать на всякий случай осуждаем но переходим к тебе ну переходим ко мне ну то есть я это оправдываю еще как-то работы то есть я думаю но я еду на работу вдруг там это ты кайфуешь от тебя в этот момент не то что это мне доставляет удовольствие уверенности не знаю просто для меня это органично потому что я типа рисовал как бы для меня это процесса рисования то же самое человеческий человек да яну пробовал макияж да это меня как-то оправдывает но все равно согласитесь есть такое в обществе мнение что мужчина мужчине краситься не очень хотя вот я считаю если допустим ну мужчина действительно какая-то ну покраснение да возникло он же может использовать тональный крем или что ну или это зазорно как-то ты знаешь мы сейчас живем в таком обществе когда красной строкой бежит слово везде толерантность принятие такое и повторюсь если тебе в кайф если ты чувствуешь себя гармоничный творческий человек понятно что есть те кто осудит но если ты делаешь это в меру то никто даже не заметит ну вот меня не замечали по крайней мере я я первый раз тогда прекрасно конечно я вспомнила одного жениха о я должна это рассказать короче невеста не пришла но записала ко мне жениха и значит я украшен там минимум естественно тоже я перебью а невеста еще окрасил а невеста красилась другом месте я заслужил только жениха и значит я нанесла минимум тонна замазала синячки у него прекрасно лицо не было ни прыщиков ничего сделать скуловую коррекцию но скулы такие по мужскому типу брови гелем и я им у него спрашивают зачем-то вам губы карандашом будем красить но естественно нюдовый карандаш и просто чтобы очертить губы потому что на фотографии конечно это был он он говорит делайте мне полный макияж за все же уплочено он так уплочено сказать нет тысячи рублей тогда снялила что было дальше он начал переодеваться в невесту нет свою одежду и как он это делал он дал мне в руке я одна и он один огромная студия утра мы один-на-один он дает мне в руки свой сюртук дку длинный пиджак и начинает так раздеваться прям вот так вот смотришь мне глаза я красная потная я начинаю судорожно отводить глаза отворачивать нет нет вы не выдержите вы держите вы мне сейчас подадите это вот это он все развивать а он неприятный вот если бы ты это делал я бы может быть еще посмотрела бы улыбнулась пошутил а он неприятный не сексе не симпатичный для меня да и вообще это мужчина посторонняя замужняя скромная женщина как-то зачем он так он видел как я стесняюсь и он наслаждался у него было такое лицо знаешь такое типа кошмар слушать дальше он это значит и переодевается так медленно все там улыбиться такой довольно а он откуда спите раньше на все-таки творческий что было дальше он заставляет не фотографировать на с каком фото так все ртуки в эту сам господи я молилась чтобы он скорее ушел я надеюсь что сейчас невеста не посмотрит это видео но она же не узнает это это кошмар вот ты хотел спросить какую-нибудь жесткую историю вот держи ну это конечно не очень жесткая стоит не самая жесткая история которой могла быть но она неприятная не представляю что девушка приходит огромный чувак и такой да он был жирный не жирным осуждаем не жирный отрицательно худой мы говорим на сарафоне есть термин а как еще визажист может зарабатывать на теме макияжа курсы курс вообще классная штука я провожу курсы как оффлайн у себя в студии индивидуально кстати индивидуально начала принимать после к вида потому что нельзя было собираться группами и мне это так понравилось это такой кайф с человеком один на один конечно же это меньше в заработке но это гораздо приятнее и онлайн курсы у меня онлайн курс проходит прямо инстаграме очень много народу посмотрела плашка пошла да 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 подписывайся на мой блог потом визажист может сотрудничать с магазинами косметики магазины могут поставлять ему косметику то есть он уже на ней экономит это реклама любого магазина здесь тоже можно заработать можно можно участвовать на фото проектах фото день устраивать фото день и просто забивать целый день клиент естественно макияж будет дешевле он будет быстрее не такой качественный как полноценный но это тоже заработок то есть не только макияж еще можно кстати если мастер еще делать прически то он вообще богатый богатый мастер а если он устал уже красить как сделать так чтобы уже типа на его имя работал открыть свою студию посадить мастеров качественных сидеть дома и собирать кэш но к этому нужно долго идти потому что обучить мастеров чтобы им доверять полностью потому что многие клиенты идут на твое имя они хотят меня они хотят мою энергетику они хотят накраситься у меня и как бы администратор не говорил что там мои мастера допустим красть не хуже они красят даже лучше меня им нравится твой вайп они да просто хотят поболтать на со мной мне кажется вот тут тоже есть такой момент то есть знаешь открыть студию то одно будет ли клиентура это другой вопрос существует ли российская или белорусская косметика и косметика из страны снг которая бы могла как-то конкурировать ну или хотя бы быть приближена как вы узнали вы смотрите мой инстаграм белорусская косметика это топ ребята я вам клянусь потому что смотрите люкс ушел из россии то есть мы повязаны по рукам и ногам я реально сначала испугалась где брать качественную косметику тут появляется белорусская косметика они молодца не шустрики они так ровно вошли на рынок цены низкие все ниже 1000 рублей качество офигенно да у них стремная упаковка до дешевый пластик он конечно же без картинок он не дает вот это вот когда ты покупаешь что-то дорогое кого-то ford открываешь и ты просто там мурашками покрываешься просто от красоты в белорусской косметики такого конечно же не происходит но как она смотрится на коже абсолютно идентично абсолютно одинаково и многие как раз такими на курсах спрашивают где взять что-то подешевле но не хуже по качеству пожалуйста белорусская косметика без названия сейчас на именно брендов их что много это не одна какая-то белорусская косметика намного вот качественно классно мне нравится я использую не все с движком мерседеса ты знаешь да а почему вы нет едет и ладно блиц о классно правило блиц и нации объяснять надо быстро да отвечать не раздумывая да но если что когда я наверно да но если хочешь что там ответить как-то интереснее мы все равно вырежем я короче это блиц делал я просил помочь мне всяких коллег подруг никто не помог поэтому блиц от пара попробуй тебя вывести давай так кого и звезд хотела бы накрасить о май гад нужно быстро как бы мне никто не нравится и звезд блиц тут короче правило я задаю вопрос ты на него быстро я знаю я не могу вспомнить ни одну звезду который бы мне нравилось на лицо потому что они сейчас все какие-то трансформированные спайс герл может собчак собчак я очень уважаю собчак у нее сложное лицо и с ним очень интересно она плашка пошла ты сегодня столько наговорила это нормально мы можем почему ты спросил кто из звезд ты спросил кого из звезд эти говорю а как я тебе скажу короче дальше смоки или ньют ньют а свои или наращенные ресницы правильно говорить наращенные свои или наращенные наращенные или наращенные наращенные я с наращенными сейчас перед вами но в меру но короче ты за них да не то что за них я допускаю их макияж может спрятать старость конечно кисточки или спонж кисточки невеста или юбиляр юбиляр я не знаю юбилярша склоняется или нет но и юбиляр юбилярша бартер или деньги деньги сколько может заработать начинающий визажист все зависит от визажиста я думаю что от 20 до 100 месяц сейчас можно да не слушайте ребята я когда работал дома на дому меня никто не знал инстаграм был тогда вот 2000 не как сейчас я зарабатывала 60 тысяч рублей у меня были декретные 13 тыс мы закрываем эту историю я работала на официальной работе у меня зарплата до 16 экономистом экономистом и я доработала дом 60 тысяч рублей прикиньте я вообще-то до охренела когда пирас их посчитала при том что макияж там не стоил тысячи рублей пацаны все равно это дачи прически дело именно не у меня невесты приходили ко мне домой приходили невест откуда меня находили общение по нему только сарафанка к двум мужчинам короче я продаю все я просто притягиваю людей они сами меня находят мне даже надо было в инстаграме что выкладывать и ну давай артем что сделать закрываемся наша передача закрывается уже так быстро я бы еще поболтала с вами мы бы тоже поболтали но времени резиновая так что экономьте свое время омолаживайтесь и будьте счастливы правильно неправильно нас просят еще раз за на что не закрывается не закрывается скажи заканчивается заканчивается ты молчишь просто мощный улыбаешься заканчивается наша сегодняшняя программа и мы бы хотели пожелать нашим зрителям красивыми и когда молодыми и красивыми а молодыми и красивыми можно быть в любом возрасте класс неплохо да отлично нормально сказали себя дорогие женщины ухаживайте за собой будьте красивыми и ваших мам